Когда члены семьи Куперов фотографировались для этого снимка в 1950-х, они даже представить себе не могли, что они обнаружат позже. Они же только переехали в этот дом, и жизнь им казалось, словно началась снова, но шок подкрался незаметно, подкрался в виде привидения. Этот хорошо известный снимок многие считают результатом работы с фотошопом, но мало кто знает, что французский фотограф Роберт Лессерек снял это неизвестное гигантское морское животное еще в 1965 году, и эта фотография стала поводом бурных дискуссий среди зоологов. Впервые снимок неизвестного объекта, получившего название Черный Рыцарь, был сделан в 1960 году одним из первых спутников Земли. На полярной орбите ясно виден неопознанный объект, который не мог быть ни спутником СССР, ни спутником США. С тех пор этот объект видели многократно, он то появляется, то исчезает через определенные временные интервалы. После тщательного изучения ученые склоняются к тому, что это обломок искусственного происхождения. 22 ноября в Далласе, штат Техас, был застрелен 35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди. В ходе анализа фотографий, сделанных на месте убийства, специалисты обратили внимание на загадочную женщину в светло-коричневом плаще и платке. Она фигурирует на многих снимках и почти всегда держит в руках фотоаппарат. Сотрудники ФБР разыскивали эту женщину долгое время, но так и не смогли установить ее личность. На DVD с коллекционным изданием «Цирка Чарли Чаплина» в качестве бонуса был добавлен короткий фильм о премьере 1928 года. На одном из кадров видна женщина, которая держит в руке нечто очень напоминающее мобильный телефон. Кинорежиссер из Белфаста Джордж Кларк заявил, что считает эти кадры доказательством существования путешественников во времени. Многие склоняются к тому, что женщина держит в руке слуховую трубку, но тогда непонятно, почему она улыбается и что-то в нее говорит. В 1907 году группа педагогов, студентов и ученых разбила в Норвегии научный лагерь для изучения загадочного явления, получившего название Агни Хездалена. В одну из ясных ночей Бьерн Хауги сделал этот снимок, используя выдержку в 30 секунд. Спектральный анализ показал, что объект должен состоять из кремния, железа и скандия. Это наиболее информативное, но далеко не единственное фото Агни Хездалена. Ученые до сих пор ломают голову, что бы это могло быть. Этот снимок был сделан во время волнений на площади Тянь-Ань-Мэнь в Пекине в июне 1989 года. Какой-то безоружный человек в течение получаса в одиночку сдерживал колонну танков. Личность и дальнейшая судьба этого человека так и осталась тайной. Но эта фотография была опубликована практически во всех крупных изданиях мира, а сам неизвестный бунтарь стал символом сопротивления власти. В 1964 году семья британца Джима Тамплтона прогуливалась неподалеку от залива Соу-Лейферд. Глава семейства решил подфотографировать кодеком свою пятилетнюю дочь. Тамплтоны уверяли, что кроме них в этих болотистых местах не было никого, а когда снимки были проявлены, на одном из них обнаружилась странная фигура, выглядывающая из-за спины девочки. Анализ показал, что фотография не подвергалась никаким изменениям. Это групповое фото эскадрона Годдера, который воевал в Первой мировой войне. Оно содержит одну интригующую деталь. На самом верху за одним из офицеров можно разглядеть лицо, в котором члены эскадрона узнали своего бывшего механика Фредди Джексона, погибшего за два дня до того, как был сделан этот снимок. А в день, когда эскадрон фотографировался, прошли похороны Джексона. То, что вы видите вверху, фотография поверхности Луны под номером АС-17-136-206-80, которая была сделана в рамках миссии Аполло-17. В каталоге фотографии она числилась засвеченной, она явно пострадала от излишней световой экспозиции. Однако, после работы с контрастностью этого снимка оказалось, что на самом деле на ней запечатлены структуры, напоминающие пирамиды.